Всем привет, дорогие друзья! Мы начинаем очередной день плей-офф стадии в рамках Эпик Лиги. И начнем мы со второго дивизиона, продолжим еще и первым уже вечером. Ну и, соответственно, с вами студия аналитики и ведущий Кристалл Мэй. Справа от меня эксперт во втором дивизионе, самый втородивизионный человек на планете Земля с точки зрения групповых стадий на Эпик Лигах. Форс, который откомментировал все их. Так, соответственно, Серега, Смайлуха с нами также, который тоже вчера наблюдал за второшенными играми. И посмотрим, что они нам приготовили сегодня. Вот, Форс, как тебе настрой на сегодняшний день? Отлично, я прям полон энергии. Что случилось? Сейчас еще кофе выпью и буду вообще готов ко всему прям. Серег, чем завтракал? Я пока еще не успел. Ты просто приехал натощак посмотреть Датан. Хорошо? Давайте посмотрим с нами сетку, что у нас там происходило, на самом деле, что будет происходить сегодня. В рамках плей-оффа напомню, друзья, что вчера случилось непоправимое. Джастер Оры покинули наш турнир. Опять же, конечно же, это большой удар для наших зрителей, потому что, очевидно, было бы интересно посмотреть, что могут Джастер Оры во втором дивизионе. Кроме этого, с заменой в виде Рома Резолюшена и Нуна на миде. Но, к сожалению, не случилось, не сработало. И они отлетели у нас из сетки венеров от Leaf to Winner, потом отлетели от Alliance. Очевидно, конечно, что они не очень, наверное, хотели исполнять максимальный уровень перформанса. Ну, а теперь Alliance, которые вчера обыграли Джастер Оры, будут сражаться у нас против спайдер-пиксов. Ну, и, соответственно, в сетке венеров мы увидим противостояние Gambit против Leaf to Winner. И у Gambit против Leaf to Winner очень-очень интересная ситуация, потому что Gambit запретили своему игроку катать против них на, опять же, подписанному Dream. Причем запретили ему катать второй раз, они первый раз ему разрешили катать в групповой стадии. А потом сказали, что, типа, если второй раз встретимся, опять же, где-то в плей-оффе, мы уже, как бы, не пойдем вам на уступки и придется искать замену. Они же это сделали как раз для того, чтобы ребят из Leaf to Winner могли найти замену во второй раз. Заранее. Вторую встречу, да, заранее, потому что тогда у них не было возможности так делать. То есть сейчас они знали, что им придется играть с Gambit'ами, что им нужно будет искать замену. Да, и это, на самом деле, крутой мув с точки зрения того, что они именно заранее предупредили таким образом, а ЛТВ будет у нас катать. И как раз-таки вчера в Твиттере было довольно много разговоров про ЛТВ на тему тех самых 19 карт в среднем за день. Ну, до Фишмана далеко, конечно. Ну, ладно, недалеко, но не Фишмана еще. Ну, еще не Фишмана, еще не уровень. Короче, у него 152 карты за 8 дней, на втором месте идет Дэнди. У него за это же промежуток времени, по-моему, 88 что-то из этой серии. Ну, да, то есть разрыв невероятен совершенно. Причем самое прикольное, что ЛТВ, мне кажется, он реально чуть-чуть психанул, потому что у него 50% фенрейта, он просто по ММР на месте стоит. Он после 51, по-моему, да, но не то чтобы это... Полтос ММР поднял за 150 матчей. Это хорошо, что еще не лузнул, потому что при таком подходе ты крайне непродуктивен. Ты не можешь к каждой игре относиться как к последней, и, соответственно, играешь ты очень плохо обычно. Ты как человек, который достаточно много в ДОТе каждый играет. Ну, я играл, да. У меня в последнее время изменился как раз подход. Я долгое время играл тоже вот помного, там по 7-8 игр. Ну, это как бы не 20, конечно, но это все равно тоже немало. То есть по 7-8 игр в день. И пришел к выводу, что намного лучше, намного продуктивнее, если ты сыграешь 4 игры, но ты каждую игру отыграешь на максимум. Даже если ты окажешься в минусе, по крайней мере, ты сам себе скажешь, я делал все, что мог, типа я играл хорошо. И в следующий раз ты уже будешь в плюсе. Очень часто эту фишку слышал в послематчах интервью. Это, знаешь, философия наших команд по поводу тренировок и скримов. Говорит, продуктивных 3 надо играть, и все, больше не играть. И с каждым разом они играют все хуже и хуже. Ну, ММ и скримы — это все-таки немного разные вещи. Я не знаю, я про скрим ничего говорить не буду, но в ММе точно 20 игр в день играть — это не самое лучшее. Ну, я вообще довольно часто слышал о том, что профессиональные игроки не очень довольны ситуацией, в которой у тебя приходит тренер и говорит, смотрим реплеи 5 часов в день. И типа ты такой, боже, ну я хочу 5 часов поиграть в паблике, потренировать свою скилуху. А он говорит, нет, тренируй, сиди, смотри. И это не всегда всех устраивает. Но если не помогает тебе микро вот это в твоем развитии, то тебе надо смотреть их, чтобы тебе тренер объяснил. Данил, у нас до тебя отчаянника что-то определенное, что ты не понимаешь, что тебя тормозит в твоем развитии дотерском. Да, будем надеяться, что у нас все будут чайники развиваться, а мы, соответственно, вместе с вами чайниками и с нами чайниками будем смотреть Spider Peaks против Alliance. У нас первая карта, опять же, FNG и компания. Опять же, я считаю, что это коллектив, который является фаворитом в рамках всего второго дивизиона. Каких-то невероятно серьезных соперников у них не осталось. Простите меня, Leaf2Win и Gambit. Опять же, мы все еще можем посмотреть, как они в гранд-финале будут уже в последствии сражаться одна или другая команда. Но Alliance, конечно, хоть и пришли у нас с первого дивизиона из последних мест, да, из 9-го и 10-го, на перегровках, напомню, они уступили как раз-таки Just Error'ом, но сейчас у них серия из двух побед в сухую. Они обыграли у нас, если я не ошибаюсь, Fighters'ов, Chicken'ов. И, возможно, я ошибаюсь. Spider Peaks? Spider Peaks вчера играли с Chicken Fighters, обыграли их с счетом 2-1. А, ну, значит, нет. Ну, я имею в виду, а до этого... Вчера они закрыли Just Error 2-0. Ну да, а позавчера? Вот вопрос. Вот их я как раз не могу вспомнить. Ну, надо поесть сначала, Сереги, так, не разобраться на голодный желудок. На пустой вообще не катит как-то. Винстрайков они обыграли. Но это было настолько вообще молниеносно, там, 2 по 20, что довольно сложно было запомнить. Вот. Соответственно, Spider Peaks'ы, в свою очередь, у нас обыграли как раз-таки Чикенов. Вот. И проиграли коллективу Gambit со счетом 2-1. Это в верхней сетке было, да. Как раз упали на Chicken Hunters. И потом уже прошли. Вчера, знаешь, вот их серия, мы смотрели ее, и как-то вот... Они первую игру в Салат проиграли, тоже очень много ошибок. Вторую игру проиграли в Салатом Chicken Hunters. Колоссальное количество ошибок. Третья игра плюс-минус, там тоже как-то ровненько было. Но все равно очень много брака вот в их игре. Поэтому Альянсы вот с их игрой, которую они показывают там последнее время, и в принципе, это Тир-1 команда, да, которая может обыгрывать любой там Тир-1 коллектив. Ну, по идее, здесь абсолютный фаворит. Просто тебя должны закрывать на скилле, чуть ли там не КББ на своей там сигнатурке сейчас поедет в лице Марфа и будет тебя закрывать. Ну, на то они и второй дивизион, чтобы играть так порой похабно в некоторых моментах, грязно. Альянсы, в принципе, тоже можно сказать, что заслуженно здесь находятся. Они все-таки далеки от тех коллективов, которые сейчас остались в первом дивизионе, которые там будут разыгрывать уже крупные суммы. И то, что вчера OG показывали, это прям запредельный уровень, как мне кажется. Вот именно для их исполнения. То есть то, как они играли там месяц назад, и то, как они играют сейчас, это просто небо и земля. Я бы сказал, что вообще для всего первого дивизиона, как много команд мы видели, которые так раскатывают оппоненты... Ну вот я жду на самом деле Virtus.pro. Вот Virtus.pro. На этом турнире Secret не в форме, видно, что они и сами это говорят. Вот Virtus.pro и OG. Вот как они друг с другом сыграют. Викинги, они тоже, конечно, красавчики. Но интересно посмотреть именно за вот этим вот противостоянием. Потому что мне кажется, что это две самые жесткие команды сейчас. Ну, Virtus.pro, в принципе, на протяжении всего этого чемпионата не избавили. Викинги тоже, кстати, ребята стреляют. OG и Liquid, две команды, которые вообще ничего не показывали на старте. Как раз первые дивизионы все свои там стартовые матчи проигрывали. А потом как раз-таки начали вот эту молниеносную серию. Только побед. Я честно скажу, что Серег, несмотря на хорошее отношение к тебе и даже неплохое к Викингам, я не хочу, чтобы они больше выигрывали вообще ни одной серии, закончили в топ-3, получается, да, там, или в топ-4, потому что брать интервью в ситуации, в которой тебе человек говорит, да, я не знаю, что мы там взяли, тренер сказал взять, мы взяли, ну и нормально. Вот, и ты такой, да, отлично. То есть какие следственные связи, что происходит, какое твое мнение по героям, я не буду ничего говорить. Смайл питается дотой, МТС, РУ. Хороший провайдер, кстати. Так, у нас Нейчерс Профит появляется у Альянс. И, честно говоря, мне кажется, что в Спайдер Пик сейчас у нас возьмут Вингу и Медузу. Как раз их вторая стратегия. Опа! Тренд Протектор. Пацаны будут защищаться в агрессивном драфте. Интересно. Не, ну с Тренд Протектором ты тоже можешь Медузу взять? Я, кстати, только что-то не совсем понял, а почему они взяли Трента, Влину и Фуриона? Это такие, ну, это очень плохие герои для Трента. Одни из худших. Если они сейчас на харду придут, там Тренту нечего делать вообще. Так, может, это сейфлэйновый Трент? А, это, кстати, ДНЗ, наверное, на Тренте. О, это ДНЗ на Тренте. И Клокверком будет играть у нас этот... Леброн. Ну да. Вполне вероятно. А ты знаешь, да? Что? Ну, ты в курсе, что они так играют. Ты имеешь еще про свапы? Просто, ну, я типа знаю из ММ, что ДНЗ на Тренте много играет. Я как-то вспомнил. И мне почему-то кажется, что, ну, обычно Трент — это пятерка. Все-таки. То есть чаще. Не всегда. Опа. Пришел генерал? Да. Привет, генерал. Рад тебя видеть. Жалко, что вчера не очень получилось. Привет, братишка. Да-да. Ну, надеюсь, что вы уже остыли. Вчера вообще неудачный день был для Na'Vi. И в Counter-Strike, и в Dota. Очень жалко. А что, Na'Vi проиграли там, да, в кассе? И там, и там, да, проиграли. Мне кажется, тут будут варьировать вот как раз-таки Клокверка. Вот все, Тренту в боте нечего делать 100%. Если у него линия, которая ему есть, что делать. Дрова сверху. Но, честно говоря, уже смотрится достаточно опасно. Нормально. Два замедления надо ставить вниз, потому что дровка с Клоком, она не очень смотрится именно в плане. А вот именно с Трентом, когда вот это бешеное замедление от Фрост Эру и от замедления Трента, и там, ну, просто герои не уходят. Плюс Трент еще догоняет как раз-то с Клокверком. Ты очень много дэмжа нанесешь. А Клок с Вайпером там как раз-таки на топ-лайне очень хорошо себя будет чувствовать. Поэтому, наверное, именно вот такие лайны нужно будет делать. Они на самом деле и там, и там хорошие. То есть, как бы, Клокверк... Вот под дровку ты всегда хочешь какого-то такого милишного сяпика взять. Ну, типа Андайанга, да. Там, когда же Спирит Брейкера там берут, вот, Датуска какого-то. Так, а Стопа Андекша был не вариант? Я не понимаю, то есть... Андайанг убрали. Да, вот я Вингу предлагал. Винга, конечно же, тоже в бане. Альянс так... Ну, они знают, что там Медуза и Спектр играют люди, поэтому они как бы Спектр просто забанили. А брать Медузу без Винги как-то, видимо, не особо хочется. Спайдер Пиксом. Они решили через дровку поиграть. Ну, и нормально. Сейчас Альянс доберут какого-нибудь... Я не знаю, если это не Лимб на Лине, а такое вполне может быть, что это Лимб на Лине. Или это может быть Лимб на Фурионе, кстати, еще. Лимб свой, пул персонажей. Мне кажется, что тут хорошо бы увидеть какого-нибудь Шторм Спирита. Пак, Пак еще у него есть. Пак забанен. Пак забанили сами, да. Да, сами Альянс забанили. Какого-то вот Шторм Эмбер Воид Спирита бы увидеть здесь на центре. И я прям заочно на Альянс ставлю, вне зависимости от того, что там Спайдер Пиксела спикнут. Контроля вообще нет. Ни на одного Спирита очень тяжело будет играть. Лайны у Альянс приемлемые. Если Фурион будет на линии с Морфингом, наверное, нормальным будет. Вот Бист Лина тоже очень сильный лайн. Боид Спирит в принципе хорош. Он тебе флайн практически никому там не проигрывает. Трудно его выгнать. Опять же, очень хорошо крипов подфармливает. В отличие от тех же самых Эмбера, Спиритов там. Просто Штормила хороша еще в леса фармит, в отличие от Боид Спирита. Боид Спирит немножко менее эффективен. А Боид Спирит в линии просто не ходит. Да. Но у тебя запасного плана просто не всегда есть. Трудно его выгнать с лайна. Ждем. Что-то напридумываю. Спайдер Пиксы пока что нас прибанили Бэтрайдера. Хотят убрать этого героя. Но сами они будут выходить в тройку сейчас с последним пиком? Или все-таки это будет миддл? Нет, это миддл. Это там у человека. Он на вупсе не играет вообще. Здесь второй дивизион. Пускай играет на вупсе не на своем. И ласт пик будет для Нуба. Шторма забанили, что логично. В общем, я делаю ставку на Снэпфайр. Миддовую. Короче, Снэпфайр или Зевс. Для Спайдер Пикс? Да. Альянс тут они уже... Ну у них какая-то своя идея. То есть они могут и Фуриона в мид, и Лину в мид. Но мне бы хотелось спирита видеть. Или Шрака в мид. А Лешрак, кстати, тоже нормально. Почему бы нет? Он тут все сжигает и в принципе хорошо стоит. Лешрак вообще имба. Вот Свен имба или Шрак имба. Очень хороший герой. Что Леброн делает у Папича на хате? А может быть, Леброн, это и есть Папича, откуда ты знаешь? Кузен Папича. Кузен Папича, да. Может, это дядя Богдан? Мы же не знаем, как выглядит дядя Богдан, правильно? Ну, сейчас дядя Леша будет комментировать. Он все про Папича знает и расскажет нам выброс. Самый преданный фанат. Специально для этого в Москву привозили. Чтобы был эксперт Папича без него. На студии никуда. Зевса забанили. Дядя Леша из Беларуси. Ну, Зевс, да. Пока довольно-таки непонятно вообще, во что хотят с Пиксы выходить. Ты прилагал сильно в Fire, но, честно говоря, я даже не уверен, что она здесь хороша. Для Spider-Pix... Кого ты вообще здесь будешь кидать даже? Суперактивный перс нужен. Ну, ладно, все-таки ты... Ну, я же говорил, либо Зевса, либо Snapfire. Зевс, Банни, Snapfire в пике. Не, ну, человек, который... Я же сказал, я начинал с того, что ты эксперт второго дивизиона. Как бы, ты на втором дивизионе, ты должен в этом разбираться. Так, Альянс. Ну, тут я уже тоже все высказал, в принципе. Чего они захотят. Хотелось бы, конечно, вот Snapfire боится таких героев, которые до нее добираются. Потому что она не может... Это как и дрова, то же самое, в целом. Да. Тут нужен просто чувак, который будет близко влетать. Так, и это будет все-таки Шторм. Ну, как бы... Ну, драфт развален, я считаю. Как бы полностью. Аналитикой Рухаба. Что скажем, Серега? Альянс 1-0. Я просто не понимаю, как с Pixel будут драться. Ну, им есть чем драться. Если боковые лайны прям в салат не выиграют, там дровка не выйдет суперсильно, и вайпер не выйдет суперсильно, но потом им трудно будет. Потому что Морх их всех убьет. Просто один. Если не будет, все хорошо. Потому что у нее здесь соперников вообще нет на этой карте. И она тоже на Альянс поставлена. Да, они, в принципе, здесь фавориты должны. Если они не нафейлят, как они любят это дело, знаешь, и потом ФНГ к нам придет, там, после 2-1, там, или вообще, в принципе, придет и будет говорить. В плане того, что мы совершили за эти первые 10 минут эти вот дефолтные ошибки по базе, да, дота-базе, и из-за этого проиграли, то да, они могут проиграть. Но если этих ошибок не будет совершать, то, скорее всего, они завезут. Короче, согласен? Да, так я же сказал, да, 1-0 Альянс. Вдруг у тебя есть там монолог подготовленный о том, как надо сражаться. 3-75, друзья, от прематча на 1-25 на Альянс. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, что спайдер-пиксом, скорее всего, будет очень-очень тяжело сохранить свое место в рамках Эпик Лиги и продвинуться дальше. Узнаем, что думают по этому поводу наши комментаторы. Спасибо, ребят, всем привет. Ну что, матч явного фаворита команда Альянс, при этом который очень уверенно идет. Для них это пока легкая прогулка. Конечно, это не то, конечно, это 2-й дивизион, но те же эрроры были, для которых тоже, казалось бы, 2-й дивизион не лучший вариант. Они проиграли, у Альянс две победы, а вот спайдер-пикс пока со скрипа. Вейнарах проиграли, в лузерах еле-еле выиграли, и в этом матче, ну, понятно, что будет тяжело. Честно говоря, я даже до драфта вот думал, смогут ли спайдер-пикс хоть что-то сделать. Но по драфту... Неужели все так плохо, вот как аналитики говорят, что у спайдер-пикс прям печаль? Понимаешь, для них 2-й дивизион это их территория. Вот они сейчас, им терять уже нечего, неважно. Альянсы там, хоть бы что они говорили, да, мы сейчас соберемся, да, мы сейчас покажем. Там ФНГ интервью говорил. Но это были все такое общее. Мне же не казалось этой энергией в том, что хотя бы забрать 2-й дивизион, чтобы показать, ребят, в 21-м году мы еще вернемся. Тут, если они сейчас вылетят, в принципе, не то чтобы все удивятся, но скажут, молодцы спайдер-пиксы, реально, молодцы. Ребята набирают, несмотря на то, что у них все-таки там не лучшие результаты, но в любом случае мы рассчитывали на то, что скорее всего они будут в 2-м дивизионе. Они в нем остаются. Может быть в лузерах, но они тут есть. Ну что, деревья ломаются потихоньку. Тут, конечно, ужас для Трента. Бестмастер. Ну, Бестмастер, ладно, без топоров будет, думаю, долгое время. Но вот Лина сейчас начнет деревья ломать активно. Уже часть поломали. Есть топорик у СФО. Этого хватает, чтобы все прочистить. Посмотрим, как Трент в итоге на линии здесь будет передвигаться, как он себя будет чувствовать. Купил Робофеном, такой будет активный. Будет постадаться постоянно харасить вместе с дровкой. Такое максимальное замедление намечается. Снэпфуайр тут. Ребята, я думаю, все еще надеются, что, может быть, и ФБ получилось бы сделать там. Да, привет нашим апсам. Надеюсь, ребята проснулись, как и мы. И такие же заряженные, как и команды на первую карту второго дивизиона. Нижние сетки. Спокойно отдают нам баунти. Ну да, решили, а лайнс не стоит. Да, и в итоге в 3 у нас пользуются Пэдер Пикс. Ну, не так важно, просто неприятно скорее это в центре, когда ты не можешь себе лишний хил принести и поразменяться. Заметь, Снэпфуайр вообще не блочит крипов. То есть Снэпфуайр долгое время стояла на руне. В итоге там сейчас Войцепирит может оказаться в очень комфортной позиции для себя. Неприятная новость. Ну и вот он, Вайпер вместе с Клоком. ФНГ на пятерочке. Снэч из профити. Уже начинает ДНЗшку вот так вот пробивать. Пенечка, можно пенечка заданать. Не проблем. Оп, 3 пенька, пошли в бой. Жесткая ФНГ душит митча. Посмотрите, хп200 уже выбил. Вайпер тяжело справляться, когда тебе бьют много целей, потому что у тебя лужа одна. Это не как раньше был маленький кулдаун. Они еще и стакались. И сейчас он, в принципе, еще ничего не вкачал. Даже до пачки его не упустили. Потому что, ну, жестко, жестко прогоняет. Как раз таки вот против таких вот героев у нас Фурион очень даже неплох. Другое дело, линия слишком сильно пропушилась. И все равно Вайпер получит свое. Даже без помощи Клокерка, который пошел, как я смотрю, выпуливать. Он сейчас заблочит кэмп. А дальше может и выпулить, а может вернуться. Хотя он с ракеткой начинает, смотри, даже. Не какие-то там Коги, чтобы отблочить или оттолкнуть. Просто ракетку взял, как-то рейнджа попробовать законтестить. Другое дело, они слишком много дают Марфу для старта. Он рано или поздно может один остаться. И уже сам перебивать, и нападать на Вайпера, если надо. Нафернг пока в соло эта линия делает. Просто один против двух стоит. Ника Бэби, по-моему, даже еще не встречался с героями. Это такой первый контакт. Мич прокачивает в итоге плевок. И сейчас будет под лужей. Как-то Морф здесь стараться работать. Ракетка от Клока была. Двух крипов добивает ДРЗ и Вард. Молодцы. Три баунти и опс. В принципе, дает им достаточно и голды, и экспы. Несмотря на то, что первую пачку они вообще пропустили. Даже непривычно, когда Вайпер не пушит первую линию. Первый вейв. Как-то настолько сильно отзонили, ребят. А в миде у нас там плюс-минус ровно. Но у Стефарна попроще стоять. Потому что есть два нюка, которые еще имеют возможность застанить. Да и в принципе, мне кажется, куда проще стоять ранджевиком против такого милишника. Но, с другой стороны, у нас Войтспирит слишком часто появляется на 23-й пик. Почти у каждого игрока на миде он в пуле. И каэстин тоже приятно. Ну и потенциалус на фаер здесь классный. Потом выкидывать Клока. Не всегда есть драфты, где вот есть идеальный герой, которого можно выплюнуть через агонимный этот плевок. А Клок идеально будет влетать на того же Войтспирита или Бессмастера. Можно пытаться быстро будет убивать. Там контроль будет в виде хукшота потом. Но поглядим попозже. Ну что, снизу Тренд пытается как-то агрессировать на СФО. Но тут, с другой стороны, Элина. Такой очень жесткий оффлайнер. Постоянные станы от Ханскина летят. Роу Рейнджер по итогу 15 крипов. А Бессмастер Т5. Сколько уже было Бессмастеров. Это как раньше Дарксиджи, который не выиграл линию вообще. И вот сейчас все Бессмастеры повторяют такую же его судьбу. Герой-то может быть хороший, раскрывается постепенно. Да, вот на топе все-таки дожали у нас вайпера. Пропушили линию, попытались отыграть. Но на размене с морфом это слишком тяжело. Он просто перекачивается, а ты так не можешь сделать. И еще ИСПО прогоняет. Но реген там остается, его совсем мало. Может быть какой-то реген надо будет и подвозить. Некра от Бессмастера в планах. Слушай, неужели здесь это классное решение? Здесь ведь столько урона, вот это по области этих некров можно будет быстро убивать. Это в принципе давление и вышек, и какой-то контроль. Знаешь, можно спрятаться в лесочке, вызвать своих самонов. И пусть они сами разбираются. Другое дело, пока что линия не позволяет ему их купить быстро. Все-таки. В то же время, как у нас по крипам, хоть и на смерть, вайпер уже постепенно разгоняется. Я считаю, что вайперов проще фармить, как ни крути. Кабан появился. Ханскин пинает, пытается разменяться. Ребята, но тут мультишот залетает и без шансов. Не выгодный размен не будет. Совсем не выгодный. Потому что там по тенденции было понятно, не успеет они застанить второй раз. А даже если получилось, факт бы все равно выжил. Бестмастер, он неплох, но ему нужно время. Нужно загнаться. Кабаны, чтобы кабаны были сильнее. Аура там тоже повыше стала уровнем. И Лина улетела у нас в мид, пытаясь помочь в Вейспириту. Вижу, там убивает Лимпольский. ДНЗшка вот. Молодец. Я, если не ошибаюсь, в предыдущей серии он тоже очень много стрелил на клокверке. Как минимум, первое время уж точно. У него вот прям вот есть вот это понимание, как 5-7 он душить. Потом пару загулов было, но остановился. Сейчас есть повторение, еще и это даблкил может быть для нуба, но забирать себе сам фраг. Это получается у нас смерть после ТП. Для Лины. И в это время сам же бестмастер стоит 1х2. Да, бестмастер там вообще сейчас перестанет фармить. Тренд. Такое ощущение, что готов и в соло, если что, этого бестмастера погонять. Печальное начало для команды Айлайнс. На двух линиях, на топе у Мортинга все равно все комфортно. Да, понятно, Вайпер там получает какие-то деньги. Вайпер будет покупать похожий Спирит Весел. По крайней мере, урна уже появилась. Будет логично где-то потом Спирит Весел все же достать. Спирит Весел дорого очень для этого героя. Мне больше нравится этот билк, где 33-й придумал по стороне ТРВЛА. Ты активный, ты в принципе отпушил пачку. Очень просто. Там один плевок, все, пачка умерла, и ты придел в команде. А вот Спирит Весел сколько там? 3000 получается. Ты можешь даже заряда не успеть набрать к тому времени, когда у Морфинга уже потенциально мант. А если у Морфауна все хорошо, и целится Весел, возможно, будет ошибкой. Ван Творс, по-моему, у нас очень даже неплохо у Спайдер Пикс. Потому что, опять же, Бестмастер настолько сильно просел, что его Клокер обгоняет. Ну и Клокер, будем честны, тоже, в общем-то, бегает активно, не АФК стоит на линии. Он там и фраги делал на миде, помним, эти атаки. Еще одна попытка убить атака. Но ФНГ пришел, Левен Армор работает, этого не хватает. Блок пеньками. Шикарный. Какой-то телепорт с большим дилеем. Но Снофайр при этом с ультимейтом сейчас, может быть, начнет стрелять. Снофайр, да, стреляет. Но как-то этого мало, если убьют Ханскина. Вот немножечко не договорились они с Леброном, потому что если он посмотрел в сторону Бестмастера, там была бы печенька, его застанило. Буквально один выстрел Мортимир Кисос и еще бы Лину зафармил. Но все равно, в любом случае, ну, получил очень много, потому что Тракса у нас пока что выбирает, куда прилететь. Летит сама в мид, и он забирает огромнейшую пачку на боте, ломает, скорее всего, Катапульту. И ФАК, в принципе, тоже свой фарм получит. Так что в разминах такое устраивает вполне. Я даже не знаю, кто сильнее в противостоянии Морфлинг-Тракса, потому что, скорее всего, возьмут Траксу в Морфлинга из-за Сайланса, и плюс его удара с ульты, которые игнорируют весь армор. Тоже очень сильно. И пока что, кроме, как опять же, Войт Спирита, до Траксы некому добираться особо, но здесь у нас ФНГ опять пассингует. Топорика нет у Тага. Не готов он к этим гангам пока что. И Тага могут убить. Вот это неприятно. Вторая смерть, телепорта не будет. Лимп рывается на ДНЗшку. ДНЗшка просто сейчас будет от райт-клика, очень сильно страдает, ставит спруты. ДНЗшка не Топорика. Странно, что Топориков тут вообще ни у кого нет. Саппорты, в общем-то, тоже могут покупать потихоньку. И я вижу, и Снэпайр, Снэш, еще не умирал, она уже кладет. И Дрорейнджер покупает. Но все купят, все купят Топорик. Снэшка мастикованную точку для фарма выбрал Таг, потому что не был в курсе, есть ли там Вижен. Тем временем у нас пока что коэффициенты на карту 3, на Спайдер Пикс и 1.35 на Лайанс. Ну, вполне заслуженно все-таки. Альянсы линии поставили, может быть, не идеально, герои разгоняются, разгоняются, вот понять бы, как в итоге Тераксея набрать свои артефакты, потому что она фармит хуже, чем морфлинга. И эти смерти, но тут сейчас полетел мид, ну, забрал себе еще, точнее, забрал его, конечно, Клокверк, но в любом случае сам факт того, что он получает экспириенс и разгоняется, разгоняется сам. Уже все ближе к аганиму, и на творчество у него хорошее. Вот, 4 тысячи почти на 8-й. Про морфлинга нельзя забывать, ребята пока забывают, очень много гангов на мид, а вот на легкой морфлинг стоит, кайфую там дальше, сейчас какую-то маску возьмет, и на линии ему никто не мешает, плюс 50, и опыт. Для тренд-протектора бисмастер, ну, вот они некро. Сейчас будут, посмотрим, что СФО с ними будет делать на линии. Давно не видел я тренда как-то. Опять же, вспоминаешь, скорее всего, последний раз я видел ее от Леброна тоже. То есть это, возможно, было еще и на Мегалиге давно. Леброн вообще любит на таких разных необычных пятерках играть, или не особо популярных. В рамках групповой стадии мы очень много видели от него героев, таких которых, в общем, только Леброн пикает, видишь пятерку там, условную. И понимаешь, что только Леброн может на ней играть. Он нравится, пул такой необычный. Другое дело, что сам пик получается у нас у Спайдерпикс очень вязкий и медленный. Сейчас у нас закрывает Лину. Вряд ли Плокер ее в слоу бьет. Есть Рор, кстати. Папка стреляет, Рор тут же отменяется. СФО пытается отойти. Леброн без ультимейта. Лину все же добили. Лим здесь рядом. Ну, спину Клокеру готовится, что заходить и атаковать. Правда, пока Дензешку сбивает. Есть Печенька, Печенька хорошо взрывает Бестмастера. Бестмастера добили. Клокер очень долго живет и выживает. По итогу вся команда его спасает. Урона на Клока не хватило. Минус три суммарно делают Спайдерпикс. И в это время Вайпер разгоняется все больше и больше. И этот герой уже... Ну, мы сами знаем, как у нас Вайпер с третьей позиции может развалить кабинеты. Полторы тысячи ровно снафар. Да, это немало. Несмотря на то, что Бестмастер там тысячу внес, но, возможно, это были еще Некра, которые в ответ там кусаются, если ты убиваешь Красного. А Ника тем временем спокойно спать вышку. Ну, Ника планирует соло, похоже, игру в игры. Там спустя минут 15, если так все пойдет дальше. А когда было иначе в Альянс? У нас в последнее время, по-моему... Может быть, конечно, Ника тоже не лучше перформанс показывал, но мы все привыкли, что если кто-то тащит у них, то этот парень. И Вайпер пошел в Атос. То есть пока что игнорирует те же тревела, и тот же Весл он не хочет. Ну, просто минимальный контроль, как-то синициировать. В принципе, того же Вольт Спирита подержать на месте. Либо заставить нажать потенциально EU, если он его делает. А тем временем, снафар все добивает, добивает и гонит. Думаю, там еще минут 5, может быть, даже меньше. В зависимости, будет ли какой-то лишний фраг на Мордимир Кисос. Пока что он их по кулдауну кидает, и плюс-минус получается реализовывать. Для снафар идеальная игра, постоянные драки, постоянно снафар прилетает, нажимает ультимейт практически по кулдауну. Понимаете, у нас книжка в кулдауне, но он получается на ХГ. Появляется рор, может быть, развернуться? Ну, развернулся, сфор, рор дает, пенечки работают, но очень эсфо боится. Боится, Лину убили, ДНЗшки еще идет руку. Ну, теперь можно и умирать. Это не факт, что его убьют. Вот, топорик, топорик, вот был бы топорик. Ну, он когами, видишь, что закрылся. Ему надо было сначала топориком поработать, потом когами. Поработай топориком. Ну, нет топорика, чтобы работать. Вообще странно, на самом деле, как-то. Потому что, может быть, он рассчитывает на то, что ситуация, когда его закроют в спрутах, она очень маловероятна, но пока что это было дважды. Ох, какой фраг может быть хороший, но печенька взорвалась. Но погоня продолжится. Рона не хватает, мана. Мана появляется, Боттл есть, и фраг забирает ФНГ ультимейтом. Это не очень круто. Обидно, обидно. Потому что много бы дало бы это лимпу. Смотрим на него на творчество. Все-таки разница в тысячу. Еще и после фрага это многовато. Ну, у Снофара получалось более удачно перемещаться. Но в миде вышка очень сильно просела. Патч Ти попадает у нас на НЗшка. Было близко. Потому что там с таким количеством ХП Вайпер его точно доплевывал. На топе вышка упала, и надо как-то в миде похилить у нас Леброну. Не знаю, что у него похилу. Пока в единицу. А, скорее всего, на вышку кинул в итоге. Но долго-долго еще хилить. Как-то бы не хотелось так объективы отдавать. Тем более открывать карту для бестмастера. И тот же морфинг сейчас максимально в безопасности. Ну, а как ты к нему придешь? То есть надо в идеале, чтобы и Сфайленс был. И проконтролить его. И Чейн Стан в итоге, чтобы был. Много-много надо. Никобэби в мид перемещается. Хотят забрать башню эту. Не хотят ждать там 10 минут, пока Трэнд восстановит ее полностью. Выходит Олимп. Там, с другой стороны, я вижу Смоук. Спайдер Пикс готова драться. Никобэби впервые. Может оказаться в эпицентре драки. До этого мы видели его только на фарме. Первый Нетворс у Никобэби. Дроу Рейнджер следом идет. В итоге мид упал. Спайдер Пикс в Смоуки побегали, посмотрели. И решили не атаковать, по крайней мере, на миде никого. Посмотрим реализацию у нас морфлинга, когда он становится снэмфаер. А снэмфаер есть уже аганим. Если я не ошибаюсь, там же появляется у него спел. И, в принципе, закинуть до кого угодно. После того же Войт Спирита закинуть дэмэдж будет неадекватный. Это классная идея, реально. Я думаю, все-таки у них есть такое в плане. Слишком хорошая комбинация. Смещается на бот. Тучи сгущаются у нас над вышкой. Но вышка фуллова. Леброн в позиции. Птицу увидели. Другое дело, она не в ренже. И убить ее не получится, скорее всего. Но только если на нитва не плюнуть. В миде у нас, скорее всего, нападение я вижу на трексу. Подцепили тага. Летит сныфаер. Может быть, успеет. Так, очень живучий. Леонармор подходит. Ну, печенька. И спасая Дроу Рейнджер, все нормально. Под сейф все-таки, да, хороший. Это тоже тренд забытый. У нас тем временем рор на Вайпера. У него же Лагуна. Быстренько убивают его. Дензашка пытается как-то разменяться. В Коге в итоге запирает бисмастера. И получается, фу, хороший тело ТП. Но очень больно от Некра в ответ. Ханскин пытается отступить. Сам под замедлением, но недостаточно. Да, хорош, хороший ответ. Пока что держит карту и держит уровень спартерпикс. Ну, и дровка не проседает по сравнению с морфлингом. Успевает не только фармить, но вот видите, и убивать. И оказалось, что и дровку ганга тяжело. Там столько ХП. ПТ на силу плюс Драгонлендс. И тут приходит Некобэби. Ну, так. Так, ай, ай. Ага. И в Сайланс есть шансы. В Сайланс не настолько длительный. Должно успеть Некобэби перекачаться. В случае чего все нормально. Транпрофектор ультимейт. Леброн. Ну, живет. Печенька есть. Но там уже в труп никого не будет. Некобэби. Еще один вейформ, чтобы просто избежать смерти. Вайперстрайк был. Две смерти. Но Альянс убили Клока. Но морфлингу, наверное, еще рановато вот так вот врываться. Прямо в активные драки. Надо пофармить. Ну, хотя бы манту, как мы видим. Без манты тяжело. Я бы хотел сказать, что ему повезло, что он не умер. Но на самом деле ФНГ молодец. Он прилетел ровно в траксу. И выключил ей возможность выстрелить ультимативной способностью. Потому что буквально один прок. Была ставка на него. А вот тут пришел, что-то умер. Зачем? Ну, хочется как-то придавить бота в вышку. Вообще нелогично, что у нас упал и мид, и топ. А бот у нас в рейдинг стоит. И бестмастер такой думает, а так, а мне-то куда перемещаться? Мне как-то комфортнее вражеском лесу играть, а не в своем. Но пока что не могут придумать, как же у нас грамотно отсадить этот таур. Альбром спокойно челит. Левел получает. В лесочке бегает. Вышки хилит. Шикарно играет ренд протектор пока за 15 минут. Почти окупается полностью. Много от него пользы. Много проблем на линии по итогу оказалось. Несмотря на то, что там деревья какие-то были поломаны. Ну и Alliance здесь не выглядит прям соперником опасным, который очень силен. И что для Alliance это прям легкая карта. Видно, что им тяжело. Просыпается, просыпается, ребята. Но в любом случае даже в такой пассивной игре они фармят лучше. На самом деле, Тренд плохо фармит. Клокер плохо фармит. А там у нас Лина и Фурион. Нам уже показывали, как эти герои с позиции саппорт могут набирать очень много денег. На тройку у нас забегает лимб. Пытается отжать лимб. 1-18 на Alliance. 4-5 на SpiderPix. Отпариматч. Данную секунду. Хотя, видите, Alliance-то преимущества почти нет. Но, видимо, вот эта ставка на морфлинга. Немаловажную роль играет Ханскен. Снова. Атака была. Но тут рор. Задувка. Еще и стан дополнительно. И ФНГ прилетает с другой стороны. Три героя на одного клока. Много внимания на себя получает ДНЗ. В принципе, хорошо, когда ты защищаешь саппортов. Да, это здорово. Другое дело, опять же, это все ради Клокверка. И тем временем у нас Вайпер спокойно набирает. Сейчас будет Атос. Только стоит и держит первую позицию по натворству. И даже по чуть-чуть отрывается у нас от морфлинга. Какая-то статистика этих двух героев. Просто убивает больше, как я понимаю. Дроу Рейнджер. Это, в общем-то, одна из главных причин. И вот нас Аганим на Снефайр. И сейчас будет Закидон у нас, получается, Трентас ультой. Полетел. Хорошая комбинация. Такая простенькая, но от нее никуда не деться вообще. Плюс еще пытались подцепить Лину, но... Многовато потратили, если честно. Главное, что вышка дефует. Их это устраивает. И на топе, конечно, потеряли Вайпер. Это вообще странный момент, потому что можно было буквально отойти. Хороший оп стоит у нас. На линии на топе. И было видно, что Вайпер один. Вайпер воевал. Вайпер-то разменялся с FNG. В этом была идея, наверное. Уйти уже просто не сумел. Ну что, отлинь поскоро. Мы ждем Сайланс и Диаганима. Ну и Морфлин почти с Мантой. Манта будет как раз вот к 18-й минуте. Какая игра непривычная. Из-за того, что упала вышка на топе у Рейдиант, но не упал бот. И получается, они отдали свою тройку, но сами играют плюс-минус на вражеской тройке. Может быть не фармит Эншетов, но сами танцуются там все вместе. И пика у нас у Трексы. Сейчас ее зафокусирую сложнее. Там не будет такой ситуации, когда в спину залетел Фуриона. Такая, помогите. Хоть и Фуриона на Санс Форстафе, но в любом случае сломать пеньки, либо просто как-то поменять позиционку уже несложно. ФНГ пока поджидает либо цель, либо просто поставил опс, наверное. Может, Курьер ждет вообще какого-то. Может быть. Такая позиция, что в лес может вообще легко прилететь Курьер. Есть еще один вард от ФНГ. Может быть, поставит как раз еще один вард, чтобы Курьера впалить, пока гуляет. Просто оп, Арскина находит. Трекс развлекается прям. Когда у тебя команда играет настолько не вместе, и саппорты бегают по одному, и тот же Фурион и Лина, они от каждого плевкастный фаер просто умирают. Ну, ты Клокер-Казаки, но он разобрался, ты идешь фармить дальше. И игра... Я даже не понимаю, на какой момент она начнется. Именно главный экшен 5 на 5. Замечает у нас Фуриона, но понимает, что даже ТП не сбить ему обычно. И вот Курьера поймал. Хорошо. Ну, поймал, поймал. На ФНГ. Форстаф к лауне, да. Форстаф у него там уже отсутствует, да? Да, он нажал его только что. Ну, все. Ну, несмотря на все это, как ты и говорил, мы видим по золотишку все равно, что Лина, что Нейчис Профит себя прекрасно чувствует. Хотя на смерти у них, наверное, штук 6, а то и 7 на двоих. Другое дело, если они получат 2-3 удара от Арксы, и там прокнет пассивочка, эти герои склеятся на очень быстро. Тут уже вопрос в том, что купить правильные артефакты. Надо даже и Форстаф, и Глиммер, и Иулы, может, какие-то, потому что... Ну, так, постоянно умирать от Закидона у нас Хлокерка, но не очень хочется. Кто бы что ни говорил, пассивно, может быть, они по голде ведут, но в то же время, когда они умирают, они отдают денежки у нас противнику. И Спайдер Пикс разгоняется, разгоняется у нас. Морфлинг хоть не отстает от Арксы, но Аркса тоже это сильный герой, как ни крути. И один из сигнатурных у нас для Свинюшек. Ну, понатворственность на Файр себя получше чувствует. Ну, она сама, в принципе, разгоняется быстрее, а тем более, когда были удачные ТПшки. И сам же экшен на его половине, то есть он просто выбрал позиционку, отстрелялся, и нормально. Еще есть Аркейн Руна, выходит с Трэвола, и дальше в БКБ, даже так. И атака снизу, может быть, снова на Бестмастера. Вот вышка, вышка важная, что сейчас Тауэр падает без участия Бестмастера, потому что если бы он стоял, напали бы на него. Но, не, не успел Деброн никак. И вот, наконец, на 19-й минуте они продавили эту вышку. Сейчас уже Альянс будет куда легче играть. Это и Флай Вижен на хайграунд, и с Некрами третьими уже самим поломать вардики, если надо. И сам факт того, что они занимают вражеский лес. Очень важно. Ой, Сперид бежит с Аганимом в Смоуке. Очень хочется сейчас повоевать, может быть, даже и Снефайер зацепить быстро. Но тяжело будет. Ассенс Ринг есть, 2000 хп. И еще под Хилтерн Та будет потенциальный. И также Клокер, который... Ну, давай смотреть. Ну, сейчас они плохую позиционку держат, потому что могут не успеть к ним стянуться герои. Надо либо самим нападать, либо... Ну, у Спайдер Пикс тоже Смоуку нажали. Дроу Рейнджер и Клок. У Лимпа вот-вот Смоуку закончится. Да, у Лимпа Жаканим, да. Можно выключить ульт Снэм Файер. Что даже очень важно. Но, в принципе, даже если он успеет выстрелить 2-3 раза с ульты, это, опять же, очень много урона, потому что герои будут в контроле. Они будут либо в рутах. У нас была попытка подцепить Лимпа. Я не думаю, чтобы убили, на самом деле. Хотя Тракса была рядом, может быть, есть Атос у Вайпера. Надо как-то мечу в игру включиться уже постепенно. Потому что у нас с нулями зарядами как-то смотрится очень так... Ну, для статов, реген, да, хорошо, но... Полет на ФНГ. ФНГ успел руну забрать. Фустарк куда-нибудь. Нарошпит, пусть динайт. О-о-о-о. Жрет, но ракета. Ракета есть. Ника Бэби смотрит на это. Никак помочь не может. Вот, ну ладно, свою работу выполнил. Перетяжку массовую такую сделал. Снизу там пуш идет от команды Alliance. Так что, в целом, я думаю, ФНГ не зря здесь погиб. И хотят Alliance подраться. Тут прям заходят со всех сторон. Убрыв от Лимпа. Жирноватый, конечно, Клок. Транпротектор нажимает. Хороший ультимейт. Есть Рор. Непонятно, какой смысл Транпротектора вообще контролит. Тут же плевок в ответ. Принимают Лину. И принимают и Бестмастера. Странные действия от Alliance получились. Странный фокус. Это был герой, в который уже все нажали. Знаешь, это правило 5 секунд. Вот ты нападаешь на кого-то. И там первая ТПшка 3 секунды. Вторая 5. И если ты за это время не успеваешь, ты проигрываешь драку. Потому что вы не вместе, а к вам конвейером летят. И вы никого не убили. То есть, получается, вы этот конвейер не начали именно с убийства. И в итоге их больше, а вас меньше. И у вас еще и ваш мид-герой убегает. У которого есть Сайлнус. И как бы, ну, что поделать. По Галде они, конечно, постепенно наращивают, наращивают. Ну, опять же, если вы так много фидите, рано или поздно, у нас просто могут спадерпиксы зайти сами на Рошана. Тебе даже интересно, почему Альянс не пытается это сделать. Видимо, из-за того, что боятся у нас хукшота и ультусный файер. Ну, конечно. Там и Тренд Протектор рультанет. Такая позиция, что только, наверное, после какой-то удачной драки или хотя бы убийства того же Вайпера. Знаешь, Тренд не очень любит смещаться вот так далеко. Потому что он обычно играет там, где вышки, и там есть деревья. У нас нападение, тем времен, на Лимпа. Есть у него тос. О, не сыгрались. Так, может быть, даже бы убили. Ну, бывает, бывает. Хотя нет, там и сенсинг стики. Ну, мог. Соснано просто не выйти был, я думаю, такой вариант. Ну, ладно, Тагелим живет. Делай дальше Юл. Планируешь, как-то, какой-то подсейв взять. Хотя, мне кажется, здесь для него было бы и БКБ неплохо. Потому что в БКБ уже остановить его можно только рутами, либо хукшотом, но это не так много контроля. Хотелось бы что-то побольше. А побольше купить нечего. Эббис, ну, кто себе возьмет. Да никто. Можно, конечно, представить это. Ладно, ни на ком. Я ни разу не видел нас на Файре на Атарксе. Эббисал. Тяжело. Может быть, только если, опять же, Клокерок дойдет до Аганима. Вот это прикольно. Но денег у него не очень много. У нас там пытаются подцепить Бестмастера. Ну да, уже не уйдет никак СП. Как-то подстопит только, если он даже не пытается ни крайне ничего контролить. Еще у нас закидывает. Там пачки. Ну, а есть-то было даже. Странно. Просто почему у них так и запускается вот этот пуш-линий? Напоминает игру вот вчера Нави против OG, когда счет был вроде как разгромный, а вроде по натворству все ровно, и вроде у вас постоянно вышки пассингуют. Ну, это, наверное, есть это понимание с пуш-дотой. Когда что бы у тебя ни пошло, если ты правильно толкаешь карту, ты игру затягиваешь на стопа, денете время на лину, где там нет никакого подставива, закидываешь по ухо и легкий фраг. И можно, наконец-то, вышку побить, кстати. Она была фуловой все это время, но недолго. И вот у нас даже четыре героя на топе. После этого, в идеале, нажимать смог, потому что разбегаться по карте трудно. Ну что, может быть, Ника Бэйби уже будут включаться потихоньку? Скади, манта есть. Наверное, пора, а то он 20 минут, по сути, просто долбил крипов. Взял чашечку кофе, хайфовал. Уже, наверное, пора. Пора выходить, как-то играть поактивнее, потому что фрагов много, но карта, на самом-то деле, достаточно пассивная. Атака на тага, но тут даже манта не нужна. Тут пика, печенька. Драка, правда, продолжается. Рор есть на Вайпера, Ника Бэйби. Пока просто пытается избежать этой драки. Получается, та нажимает манту после гаста ультимейта Трэнд Протектора. Уходит, но теряют бестмастера. Не могут никак добить, и то Вайпер наконец-то добил его лимпов. НГ Телепорт. Сбить его нечем. Нет печеньки, нет маны, видимо, просто. Снэпфайр. Да, и печеньки тоже нет. Там, знаешь, допустили такую ошибочку. У нас Трэнд и Тракса. Они дали и руты, и Сайланс в один момент. Потому что там Ника держал всю манту, они его били, били, били. Можно было попробовать по очереди. Но тем временем, в любом случае, должен быть сейчас для них не сложный Рошан. Хотя, не хотят Альянс отдавать. Передумали, передумали. Нас четверо, нет Вижена, но в любом случае, пеньков вперед запускаем. Плюс-минус понимаем, что там. Ну, очень статовая Тракса получается у нас, когда стоит рядом со всеми героями и получает Хилл Трента. Ну, не так, просто за фокусе, без какого-то и Блейда даже. Или в идеале хотя бы Лагуна. Но попробуй, добеги до нее и дай Лагуну на линию. Потому что, опять же, вот Лина у нас как раз-таки бедная получается. У нас Фурион уже богаче бестмастера. Забираю две руны у нас Альянс, и две также беру себе Спайдер Пикс ровненько. Ну, а ФНГ вообще классные слоты. Глиммер, Форстав. Только нули файра, это все может законтрить. Но пока ФНГ живучий. Вот только хватит для этого. Взял еще и Владимир, здорово. Ну, нам в тем временем БК Бенн и Снефайр, и сейчас уже никак, кроме Рожа, не отменить ему ульту. И вот вопрос, получится ли им затянуть игру настолько, чтобы распределение голды сыграло им в плюсы. Потому что пока что кажется, что как-то... Знаешь, все герои, ну, деньги есть, но ничего прям особенного. Ну, по чуть-чуть там, чуть-чуть там. Уклокверка мало, тринута мало, но за то, сколько у нас укоров. У нас Снефайр высоко, и Трекса вся хорошо чувствует. И тот же Вайпер, уже вспоминаем его линию, сейчас все больше и больше разгоняется. Как раз вот прилетел, плюнул и бежать. Хорошо выходит. Посмотрите, как Вайпера контролит идеально. Ну и нападение от Ника Бэйби. Ника Бэйби прошлой драку пытался убивать Роу Рейнджер. И больше мы его не видели, он просто ушел. Здесь цель другая, легкое убийство. Все ТП-што Алиан. Без Вайпера. Ну, Вайпера Степай Бэйдж сейчас нажмет прямо. Стягивают, скорее всего. Потому что я думаю, должны догадываться, что они об этом в курсе. Потому что Алианс прямо перед вышкой улетают. И в принципе они этим умом за ДФ-ЛТ-2. Ну, если опять же Ника ушел, там все опять герои в ТП нажали. Странно. Потому что у них была возможность как-то, ну и птицу послать еще одну. Хотя она там, по-моему, и так висела. И плюс еще Фурион. Ну, Алиансы идут дальше. Так, Манта Стайл нажимает, он входит. Прекрасно врывается Клок. Есть Форстаф. Убивает Клока. Быстро выкупается Вайпер. Лина без Байбека. Больно Лимпа. Получает Сайланс. Есть Форстаф. Спасает Уит Спирита. Полетел Тран Протектор. Ника Бэйби далековато. Контролить. Ну, а ФНГ, конечно же, умрет. Но это два Байбека. А вот Спайдер Пикс позволяет так Драку провести. А там нет Байбеков ни одного саппорта. И сейчас... Но втроем рваться, честно говоря, на суицид похоже. Не знаю. Еще БКБ есть активная. Ника в кулдауне. Есть Рор. Но вот они подошли. И вот о чем они думали? Вот как здесь можно было принять Драку? Вот просто он серьезно рассчитывал на Бестмастера подойти и крикнуть в пять героев, да? А потом, даже если бы получилось, как бы урон ты от кого? А твой Спирит с двумя Сайленсами, окей? Нам Сныфайр элементарно даже засейвить, может, если Рор не в нее. Просто съесть героя. Ну, да. Ну, очень странно. Бывают такие ситуации, когда надо принимать решение. И знаешь, это как вот в Покере Фолд. Вот здесь надо все, уйти. Раскачать карту, забрать там тройку, еще что-то. Они стоят, стоят. И потеряли секунд 20, еще и дали Бестмастера. Ну, ладно. Пока что очень не собрано на первую карту у нас. Ребятки из Альянс. Но Спайдер Пиксу нет. Смотрим счет, в принципе, 2-6-14. Наверное, по натворству видно вот эта разница второго дивизиона и команды с первого, потому что умеет фармить карту, даже если не очень хорошо идет у нас по убийствам. В то же время Ника решил купить себе E-Blade. Да, урона не хватает. Реально, это чувствуется. Другое дело, там есть и манта. Может быть, появится какой-то потенциальный лотус от вайпера. Хотя вайпер делал вроде бы БКБ, если не ошибаюсь. Да, постепенно. И хоть и под Бестмастером у нас руки морфлинг бьет очень неплохо, но если у Траксы работает пассивка, у нас агилы очень много у вайпера. И у Снефаера тоже очень много. И получается уже с руки так легко не пробьешь. На топ пингуют на Лину. Может быть, сейчас попытаются убить. Мич Ханскина остановить нечем. Ханскин улетает. Хукшот не доставал, там никак уровень еще не такой большой. Хотя, сказал бы, 15 уровень. В любом случае, приятно. Но не пошел ДНЗ-шка в аганим. Хотя мне казалось, очень бы крутой идеей. Здесь двойной контроль. Это реально круто. Но денег не хватает. Да, он влетает, а не кого-то убивает. Но обычно он уходит в сам же образмен. Но смотри, какой счет у Леброна. 1-1-18. Идеальный саппорт. Да. И все так же дефает Т2 вышку. Ее почти пробили. Но потом они стянули на Рошана. И вышка уже фуловая. Затягивает игру Трэнн Потектор. Это вот такой вот герой. Как, не знаю, как в Пабе Течис. Который не даете быстро закончить. Здесь вот тот же Трэнд. И еще, когда поднимается хорошая комбинация в виде плевкасного фаула. Это вообще шикарно. Дрорейнджер с Кадди. Проблема для морфлинга. Там регенерация будет снижена. Перекачиваться будет не так комфортно. Может, просто не успеть в какой-то момент. Ну и статы, статы, статы. Еще больше статов. Две шестьсот хп. Еще ПТ на силу можно поставить. Еще и печенька есть. Еще есть и Трэнд Протектор. РПР-кит выпадает Алайнсом. Может пригодиться. Хотя пока у них с башнями все круто. Очень много строений они сохранили. Владмирс Трэнд Протектор. Также прекрасная аура для Дрорейнджер. И коэффициент от паримача. 1.72 на Алайнс и 2.05 на Спайдер Пикс на эту карту. Это уже ближе. Но опять же, если бы коллективы были немножечко с другой историей. Либо хотя бы с равной. Я думаю, здесь бы Спайдер Пикс были фаворитами уже. Ну конечно, конечно. Ну и Алайнс, Алайнс, как ни крути. Эту карту не отдают. Хотя впервые за долгое время Спайдер Пикс уже экономически немножко ведут. Сейчас баунти вопрос. Получится ли мне хотя бы три забрать, имея Егис на руках. Но очень распличены на карте они. Там что-то на топе веселое может быть. Как Спайдер Пикс прям гуляют. Пингуют, но вряд ли полетят. Ну таки на Бестмастера пытаются напасть. И Фуриона. Ну а Форстафы хорошо работают. Форстафы просто контрят. И Даггер был еще Бестмастера. То есть под Птичка плюс-минус видели, а не врыв. Ой, ну там в любом случае Айгис, поэтому тут нет смысла Войт Спирит только пытаться... Он подстался ровно забрать. Астралстеп уходит. Ох, Атос долетел там просто с километрового расстояния. Пингует Вайпер, но толка от этой инфы маловато. Вообще, если бы так нажал бы Манту перед ремнантом Войт Спирита, и сам бы не попался на этот контроль, был бы шанс, что он убил бы его. Я даже удивлен. Я думаю, может, у него в кулдауне. Он решил почему-то не пытаться, хотя там оставалось буквально два удара, либо два удара с пассивкой. Ну ладно, не так важно. Тем временем у нас опять же пытаются толкать боссы. Также насаждает на Т2 у нас ВСП, но... Леброн еле живой. Живет долго как. Смотрите. Приходит ДНЗ-шка. Будут мстить. Там Крип просто умирает. Неудачный телепорт. ДНЗ-шка. Подставили ДНЗ-шку здесь. И на центре прямо сейчас может начаться драка. И, в общем, для Лайнс неплохой момент. Пока Сайленс. Морфинг нажимает тут же Манту. Лимф выходит. Воюет лишь с иллюзиями. Да Лайнсы, наверное, поевоевать бы сейчас могли бы. Они же и правда в пятером против трех игроков Спайдер Пикс. Слушай, они бы и такого вайпера, мне кажется, могли бы убить вдвоем. Потому что Форион имеет слоты. У нее денег-то больше, чем бестмастера. У нее денег как у вайпера. И под аурой хорошо бьет. Вот что творит Лина вот это, да? Насколько универсальный саппорт и на линии, и пушить может. Даже на позиции четыре. Травела у Лины еще. Класс. Мне кажется, ловят на нехватке мобильности у нас Альянс. Потому что, да, травела хорошо. Хокшот тоже здорово. Но в любом случае не хватает каких-то даггеров, ФМС, еще может быть Шидо Блейда. Ну, что-то такое, чтобы просто быстрее по карте двигаться. Ну, сам подумай теперь, какие мобильные саппорты у Альянс. Начи с профит летает по всей карте. Лина может прилететь на любого крипа. Просто постоянные линии толкаются. И что Лина, что начи с профит, что бестмастер позиции три прекрасно могут пушить. Если вдруг спайдер и пикс вдруг ошибутся, останутся без баев. Там очень быстро сломают Альянс. Потому что и морфлинг пуш потенциал на момент серьезный с перекачкой в ловкость полностью. Смоук от команды Альянс. Все, кроме Лины. Пропадает Айгис как раз под эти тайминги. Видит тага на вардах. Так, ничего пока нового не купил. Байбэк у него будет. И за долгое время спайдер пикс у нас пятером, как я понимаю. Оф, как может быть интересно. Это сейчас врыв, рор, 2G, вейформ, эзериал и взрыв, дроу рейнджер. Убили дроу рейнджер. Стрик сбивает. Ника Бэби мощнейший. Погибает. И мич 90 секунд его не будет. Он после байбэка умирает. На топе там также драка. Ханскин очень быстро. Еще Курьера пытается убить. Курьер живет, но радоваться нечему. Два Кора погибают. Дроу рейнджер погибает впервые. Олимп контролит очень много пауэра апрун в рамках этой карты. Ну, приближается Дейдаус. И у него 22 уровень. Там уже таланты на урон слил от Шредера. И плюс на 25-м, скорее всего, возьмет тройной. Будет интересно. Другое дело, как сейчас дефать хэграунд. Ну, вот так вот. Ну, это все равно не то у нас. Когда героев не прогонишь, он на Олимпу нападенет. Что-то странно. Он просто пошел искать бабку в надежде, что сейчас сможет сбить ультимейт. И умер. Я вижу, что в кого-то ворвались. Я даже не поверю, что это он. Думаю, кто это может быть еще. Ну, нет. Я понимаю, что это в итоге он. И он такой, ааа, там же хукшот. И умер. Вот оно что. Я тут думаю, как мы команду убивают. Ну, ладно. Обидно. Очень крутой мув. Потому что они, в лучшем случае, заберут сейчас Т2. И то, скорее всего, они нет. Хотя успеет. Нет, Крипа не успел убить. Он споцепили его рутами в НГ. И прыгает. Ну, добивает его, скорее всего. Ну, очень больно уже. И опять же, левел сляпает. Вот не хочется как-то давать Снэпфайр большой уровень. Потому что она очень сильная. Потом с Дейдаусом. В то же время, когда он с Дензешку убил мидиника. Окей. Игра вообще может закончиться, знаешь, в любой спонтанный момент. Хоть там на 50-е, хоть там через 2 минуты. Просто в зависимости от того, кто где ошибется. 17 тысяч урона от Клока. Нормальные такие цифры за 30 минут. Но денег мало у Трентайклокерка. Постепенно они там на баунти, как на пассивной голде вывозят. Но, как бы, если у тебя саппорта выключают перед файтом быстро, ты в любом случае, даже если не нажимай байбэк, какое-то время у вас меньше. Тем же временем, когда Лина и Фурион имеют вот эти вот форстафы и что-то. И им попроще выжить. Да и подсейвить своих же коров. Даже вот непонятно, кому это более выгодно и так же затягивать. Я бы не сказал, что Тракса прыгает к морфлингу. Но другое дело, Alliance более грамотно распределяет голду на команду. Ну, это и преимущество, в общем-то, и лежит. Вот что Бисмастер, что Лина. Мы же видим, что Войт Спирит очень сильно все еще проигрывает Снэпфайр. И мы видим, как от Снэпфайр много проблем. Афангай тут ждет курьеров. Скайпус на базе стоял опс, потому что не хотелось бы здесь палиться. Ну да, опс, который без гема не уберут. Но только либо, знаешь, привык играть против Фурионов пятерок и знаешь, где что. А если Фурион появляется раз за 20 игр, несмотря на то, что вчера его было больше. Выход на баунти с маках. Может быть, ждали они сами агрессии от Alliance. Но другое дело, Alliance так не думали. На Лину у нас поймают. Не думаю, что отпустят. Но очень больно бьет на нас. Сейчас вот ему дать 25, и я хочу посмотреть на эту пушку. Осталось-то немножечко, буквально. Там полуровня. И вот Дейдау сейчас летит. Может быть, закупит без байбека. Посмотрим. Пока не решает, или... Да, взял, взял, взял все-таки. Или, нет, продовый рецепт. Байбек оставляет. Ну, правильно, правильно. Несмотря на то, что у него КДА-20, но не хочется проигрывать игру, когда у тебя просто нет байбека. Четвером идут Alliance. Рад Протектор. Может, мисс кликнул? Что там? Ну, может быть, мисс кликнул, но мало ли. Это тоже именно падение на лупа. Снэпфайр. Как же больно, как же быстро убивает Снэпфайр. А, казалось бы, жирнейший герой. И как же Ника Бэби стрики эти забирает. Просто всю игру его команда старалась, видела, чтобы он стрики все подобрал. Там 700 золота в Роу Рейнджер, тут 900 золота почти за Снэпфайр. И байбека нет. Ну, это не так страшно, потому что Рошана нет. Рошан там максимально по таймеру почти 3 минуты был. 8-0-1. Ну да, Ника Бэби долго ждал момента этого. Так. Ну, подцепил. Это хорошо. Другое дело, команда никак не успела поддержать. Тем временем хотя бы Клокерка у нас заберут Alliance. А как же долго пинает Фульцпирит у этого Клока. Ну нет, тут Вард стоит. Да, да, извините. Тут Вард и Клок тоже это понимает, по всей видимости. Так и сделал даблкил. Так-то они бестмастера еще убили в миде. И вышка-то, ну, вы пробили, а у вас тренд, как бы, там, против вас играет. Не так все просто. И Таракса берется Линкенсфер. Вот это очень важный артефакт. Потому что, опять же, в прошлый раз их получилось убить, потому что была инициация в нее же Рором. А если у тебя есть возможность как-то это задолжить, либо хотя бы там мантой даже отреагировать, вообще шикарно. Какую-то алибарду, бестмастеру брать или что-то подобное надо. Хотя там может какой-то, кстати говоря, предмет нейтральный взять. Типа сетки там. Ну, или чего угодно. Анимация долгая. Анимация, да, это проблема. Там так пика реагирует элементарно, ну и манты, понятно, тоже. Ну, мы видим, что ребята и понимают, что, может быть, в общественной фаеры лучше первую убить. Делают это быстро. С нафаертом и с блэкингбаром. Блэкингбар никак не помогает. Там нуб был в шоке, просто с момента ультимейта Леброна. Он встал АФК на 5 секунд. Такой, а, е-мое, а, ясно, ну ладно. И такой щиппингует, ну, байбека нет, ладно. Появляется Линкенсфера. И вот не хватает половинки уровня у нас до 25-го и Тараксе, и Снэфаер. Чуть-чуть совсем. А герои нормально там апнутся. И кулдаун редакшн, скорее всего, который возьмет. И плюс тот же вот Лил Шреддер на троих. Вы заходите, а у меня там криты по косарику. И иллюзианскейп, ну, шикарный айтем для Тараксы. Можно спокойно не выходить с базы, и там у тебя иллюзия, ну, пачки две толкнет, я думаю. Плюс еще Хавок выпадает у нас на Клокверка, скорее всего. Закинуть Клокверка и нажать все кнопки, выглядит круто. А Бессмысль, да, делает Алибарду, как ты говорил. Надо скидывать чем-то Линкенсферу, сам понимает это. Но, такое дело, фармить еще не так мало. Замерилась игра. Все понимают, что Рошан слишком важен. Там лампа падает еще, и Ninja Gear у нас для Alliance. Морфлинг пока с паладинсвордом остается. Напряженный момент, спайдер пикс. Тут надо байбайки сейвить, Роурейнджера немного не хватает. Надо где-то эти сотни единиц золота поднакопить. Атака на Морфлинга. Ну, конечно, понятно, что его не убьют здесь. Контроль нет бесконечного, Нико Бэби уходит, ничего и не отдает. Еще один Атос. Избиение Морфлинга идет бесконечно. Ну так, ребята балуются, пока ничего серьезного. Так, я жду 25-й на Снофайр. Да, уже есть. Есть? А, вот, ровненько, да. И Дейдаус осталось вот здесь. О, там даже, по-моему, звук немного ломается. Бывает, такое бывает. Мюнтауэр Хорн, вообще шикарный артефакт. Да, да, херсть. Понятно, понятно. Стилл в этом. Да, найс. Естественно, в игре это уже самое, именно для игроков. Или это только для нас так. Хекс у ФНЖ неожиданно. На позиции саппорт. Ну, как неожиданно, он 40 минут фармит. Не, ну там, не знаешь, не голый Хекс, там столько всего. Ну, сюрприз будет, да, в любом случае. То есть, он залетает за спину. Другое дело, наверное, надо пытаться быстренько выключить Роксум, как ни крути. Остальные герои не такие опасные. Хотя, опять же, да. Снефаер, тройной идет шедер, здорово. На Рошана идут, альайнс. Идут, идут. Очень много урона. И ракетку не туда. Как так получилось, то, что ракетка просто даже не пролетела хотя бы там возле Рошана. Что делать, что делать? Надо думать, надо начинать. Нет времени. Поздно уже. Да, спайдрепикс. Мишечная моя БКБ. Закидывает у нас Леброна, будет какой-то контроль, попробует как-то быстренько забег морфинг, но тем временем не получается. Есть хороший хукшот, Эзериал, выбивают Аегис с помощью ракетки. Тренд погибает, но это Аегис. Это лишь Аегис. Форор дает, пытается уйти. Нужна поддержка на Дроу Рейнджер. ДНЗ-шка в когах. Но еле им подходит. Еле живой лимб. Тренд выкупается. Тут же Сфон нажимает телепорт, улетает вниз. Он не на базу. Пошел. Посмотрите, где Сфон теперь. Он сейчас будет логать линию. Эта драка может продолжаться еще долго, но за бейсмастером нужно следить. Атака на ФНГ. ФНГ ставит спруты. Есть глиммер. Печенька пошла. Сфон. Ну ладно, пуш там не такой быстро, чтобы прям хайпить очень медленно. Бейсмастер пока работает. Слушай, ну у нас хоть и умер Тренд после байпека, если не ошибаюсь. Ну вот, кстати, это очень плохая новость для Спайдер Пикс. То, что он умер после бая, а драка здесь продолжается. Там на бейсмастера напали в это время. Ну, живет, живет. И Ника Бэйби вернулся после того, как убил Тренд протектора и убивает Тага. Никаких проблем для Ника Бэйби. Погибает митч. Трипл килл, Ника Бэйби наслаждается жизнью, наслаждается Дотой 11-0-3. Приходит, прям забирает все сливки, когда уже у Дру Рейнджера там ничего нет, драться она не может. И вот отсутствие байпека теперь у Тренд протектора. Посмотрим, как ребята будут защищаться. Хотя, хотя бы у нас Френа успеть убить. Ага, Дотли не прывается. Пока бает митча, добивают ФНГ, ФНГ без бая. Лим пытается уйти, есть хукшот. Коги очень классно сыграно. Все байпеки нажали. Да, Спайдер Пикс нажали два байпека. Не на Дру Рейнджера, что самое главное. Опа, Лагуна. Везериал, до свидания, Снэффайр. А, только у Снэффайр в АВК остался, да. Четыре есть уже. Больно, нофигу. Атак не... Ну что, бессмертный? Пытается, пытается. Окей, больше кажется сейчас на данный момент. Потому что там в скинотопе показывается Бистмастер. Ждем хукшот. Получится ли подцепить кого-то. Есть еще форстаф, но Лина уже его потратила. Может быть, за чейзи. Да, есть хукшот, попадает. Хорошо, да. Я посчитал момент, что вижены не было. Просто поймал плюс-минус. Либо туда побежал у нас по дорожке. Либо пытался сделать азотопаут. Да, денег много. У Лайн 17 тысяч. Но в любом случае, если сейчас засесть на ХГ, у нас игра может затянуться еще надолго. Просто, опять же, дважды была ситуация, когда они подцепили их на перетяжки. Опять же, там убили трэнта. Потом команда как-то не поняла, что делать. И их подцепили по одному. Они, наверное, растили 8 тысяч. Сейчас сделали 16. Хоть и не до Егиса, но, по-моему, там все еще и сыр, возможно. Он на морфинге. Нет, нажал его, когда было нападение. Ну, тогда вообще ничего не осталось. Ждем еще одного Рошана. Либо какой-то хорошего. Смотри на это морфинг. Какой Рошан? Сатаник бабочка просто. В инвентаре есть. О, первый Алибарда на бисмастер на этом турнире. Интересно. Вспоминаем заход у нас Лимпа на хайграунд, когда ПТ-4 умер от хукшота. Сейчас, если повторить такое же, тут как бы можно и закинуть обратно. Хотя нет, в смоках у нас бегут сами игроки. Спайдер Пикс, интересно. Смело. Смело. Пытаются подловить, но морфинг у нас в Нинджагире. Не так все просто. Ну все, наверное, надо отступать. Спайдер Пикс. Затишье перед Бурей, но Буря не наступила. Просто ждать олайнцам еще 5 минут, но я не вижу смысла. Я думаю, что они ощущают, насколько они сильные. Они же видят, насколько морфинг чувствует себя в драке комфортно. Особенно, когда получается перетягивать героев налево-направо. Ну и бисмастер теперь с Алибардой. Дроу Рейнджера еще больше проблем будет. Мы ведь реально можем увидеть фокус всех героев на одну Дроу Рейнджера. Ее там убивают за 2 секунды. Хотелось бы Лотус. Там Хекс, там Эйблейд, там Рор, там Лагуна. Бедный Саппорт, как ты и говорил. Никто не может купить. Да Вайпер может купить, почему бы нет? Может вообще Линкенсферу еще одну купить, а не Хекс. Просто Лотус кажется реально крутым артефактом здесь. Может быть, да, не получится прям заслебить, но хотя бы в ответ что-то будет. Ого, это что за... Это без байб... А нет, байбек есть, извините, извините. Нуб. Что за нуб? Да вот нуб наш на Снэфаер. Надо нажимать. А что ждать-то? Не нажимает байбек Снэфаер. Очень долго ждет, Клок погибает. Еще один байбек может быть, да. Все, выкупили все, кто мог. Так, любопытно получается, полетел. Тренд протектор ультимейт дает. Есть. Пробитие. Тренд протектора убили, байбека не будет. Ну, слушай, были близки, были близки. Какая подстава от фликера? Нереальная. Элайнсы наступать не должны. Они в большинстве. У них все есть. Все равно нелегко зайти, несмотря на то, что тренд мертвый. Но Тракса стоит, она с большой ранжи стреляет. Вайпер тоже лужи свои кидает. Либо вы инициируете и убиваете их. Они так и делают. Никай Бэби уже просто врываются на выформах и все. Там нет стояния какого-то. Никай Бэби видит героя. Ну, наконец-то варт нашли. Аллилуйя. Есть Мартимир Кисос. Могут откидываться. Но неприятно. Даже вот одна иллюзия у нас. Иллюзия Энскейпа. Очень неплохо настреливает. Ну, смотри. Да, слушай, реально. Надо на нее что-то кастовать, чтобы она умерла. Она идет и пачку реагрит, и морфлинга прогоняет. Деток бабочки у нас так. Ну, даже непонятно. Мне кажется, здесь Сатаник был бы круче. Там, если что, и бабочка у морфлинга. Может, рапира уже какая-то нужна? Тоже вопрос. У него все равно попадания есть свои. Ему рапира не так нужна. Ну, да. Вот морфлингу, скорее всего, может пригодиться. У него еще есть слот под ПТ. Сам хочет сначала БКБ взять. Но Сатаник, казалось бы, для меня очень крутым в этой игре решением. И ХП добавит, и резистанс, да и, опять же, возможность как-то за пару ударов отхилиться на фул. Когда у тебя весь твой геймплей состоит из того, чтобы не умереть от ранней инициации Alliance. Именно от бюрста. Пытаюсь под спиклокеркой еще с Хиксом при Тайдонском.Ге. Нечем его откинуть. Может быть, печенька убежала. Две минуты почти без клока. SpiderPix остается. Но Alliance давит все три линии. Посмотрите, как много крипов на топе, на центре, ну и на боте. Там крипов уже приближаются к базе потихоньку. Иначе с Profit Ultimate может нажать эту линию, хорошенько протолкать. И SpiderPix пытается. Единственную линию свою защитить. Бежит так. Леброн, нуб, втроем. Рапира от Морфлинга. Да, да, да. А зачем, вопрос? Уже закончить эту игру. Ой, ну не знаю. Такой микро-микро-микро риск, я бы сказал. ХНГ вышел, умер. Ладно, бывает. В этом строгой необходимости не было, конечно. Ну ладно, хорошо. Ника Бэби с Рапирой. Нужен глиф. Нужен глиф. Нет, давайте этот... Ну, сколько тут крипов. Две катапульты. Врыв от Леброна. Ну, там Сатаник, ребята. Хотя очень много урона по Ника Бэби приходится ступать. У нас тем временно испоящее продорожание на нападение. У нас рор в Вайперы, но... Слушай, ну больно, больно. Вот опять, зайти на хэграунд к таким трем рейнджам, несмотря на то, что у вас больше, но тяжело. Стоит на Морфлингу что-то случилось вообще. Ну, ты сейчас себя просто так подставляешь. С Рапирой бегаешь. Вся команда боится. Зато похайпим. Нормально. Ну, хорошо. Ну, лузера. Ну, дайте им душой поиграть. Ни байбека не оставил, да? Ни байбека красавчик вообще, а? Дайте понервничать, понервничать фанатам у нас Alliance. Потому что, опять же, ситуация, что можно немножечко не проконтролить и получить там 2-3 крита и еще пару ударов в пассивке Аттракции и умереть, она есть. Но тут же, опять же, Ника взяла на себя ответственность. Как бы, все, получайте. Получите, распишитесь. Ну, тогда Рошана будем ждать. 35 секунд узнаем, когда он появится. Лина вот-вот будет с Аганимом. Классно. Классное приобретение. Да, разница, конечно. Ну, вот на 35-й минуте переломный момент. Произошел, когда просто погнал Морф. Ну, Аттракции, в принципе, хватает артефактов. Больше-то ему ничего не надо. Он сейчас себе бабочку доберет. ПТ хотелось бы, можешь поменять. Но, опять же, даже с таким набором стреляет он очень плотно. И появился Хекс у Митча. Ну, это все против Морфлинга. То есть, представляем ситуацию. Морф получает стан, получает Хекс. Его реально убивают за вот эти вот кнопки. Ну, в идеале, реально дать все в Морфлинга. И если получится, там у Аганима ничего не останется. То есть, да и Далласа, ДД, Снэпфайр. Слушай, мне нравятся эти предметы. И Ника Бэби ведь верно понимал, что БКБ здесь надо. Реально, если смотришь на все это, тут уже манта ее может не хватить. Ладно, давайте смотреть, пока смокет Снэпфайр. Слово, мне кажется, не Боггера ее одолеет. Как же Аганима не хватает к локерку. Ну, вот подцепил, там, фрустав нажимается. Ты, опа, еще раз. Ну, надо где-то деньги эти взять. Хотя, опять же, если даже у них почему-то будет Аганим с Рошаном, тем же у нас направление лидия. Хекс, полет. Ой, как больно, там полторы тысячи крит почти. И это с ДД все еще, да. Ну, нормально. Ну, еще бы, конечно, два Дайдалласа, ДД. Вот покажи мне билд, я бы, наверное, не угадал, что это Снэпфайр. Хотя, может быть, потом он перебирал бы героев, но, в любом случае, два Дайдалласа я еще не видел. Прикольно, прикольно. Хотя, по обмошнику особо не настреляешь из-за его миссов. Ну, можно было ДМКБ Дайдаллас купить. Ну, ладно, два Дайдалласа. Ну, тебе хайповее, хайповее. Хайповее, хайповее. Рапиру у команды, у которых все было шикарно, а теперь они боятся выйти. А если он еще сам себе Рапиру заберет, который Морфлинг может потерять, так вообще, да, вау. Как кунгер старое время. И я, Спайдер Пикс, вот после покупки Рапиру, я верю, что они сейчас могут вообще эту игру легко забрать. Тут одна драка, и все заканчивало. О, ДНЗ-шка полетела так глубоко. Это че-то как больно, что-то такое-то. Есть Азериал, Хекс, Дептик, урона немного не хватило. Прости, спасти, спасти. Врывается СФО. Глиф стреляет, боятся подойти, боятся подойти. Как-то надо сэвить Кокерка, но он вживает. Хорошо, надо подхилить теперь. Как же боится Никоби, просто боится ворваться. У нас тем временем Т3 на боте очень сильно горит. Улетает у нас туда по очереди герой Спайдер Пикс. Слушай, ну они, проигрывая 17 тысяч, вышли, убили. Еще и по Т4 убили. Вернулись такие, ну и что, ребят? Вы думаете, у вас преимущество? Мы сейчас на Рошане решим, кто выигрывает. И к Рошану Лина еще не появится. Тоже такой немаловажный момент. Висит птичка, летит Фурион, у нас хочет забрать... Убивает Курьера и вопрос Баунти. Пригодилась бы такая галдижка сейчас. А, не вышла ФНГ, окей. Тяжело, тяжело. Пиньками закрывает, но ДНЗ-шкать. Ах, ну классно, классно придумал, но ФНГ не подловил. Руна есть. Но ФНГ на классе. На классе. Три руны должны быть для команды Alliance. Еще на боте забирает, ну вообще. Итого три у нас для Alliance, несмотря на то, что они были втроем живые. И тут уже вопрос, получается, мы думали, что это у нас Петер Пикс. Повезло, что Рошан долгий. А получается, им сейчас не повезло, что он долгий. Не повезло. Ну что, будет у нас Лотус-то? Я очень хочу убить Лотуса от Вайперы в этой игре. Это ему самому возможно. И опять же, даже себе же скинули всякие дебафы и... Просто помочь герою. Какая же доминация по Баунти руну просто безумная за последние 20 минут? Нормально, так голден. За 20 минут ребята 4 Баунти руны забрали. С команды Спайдер Пикс. Прикольно. Ну, понимаешь, их это сейчас устраивает. Я думаю, им настолько плевать на эти Баунти руны. Ну да, Снэп Вайерс говорит, а что мне уже покупать? В общем, все предметы и так есть. Только все на исполнение. Потому что сейчас ее, если могу, подцепить в миде, понятно, он склеится очень быстро. Но он потратил даггера и вроде как отходит. Ох, опасно, как все. Лина появляется. Рошан на карте уже есть. Об этом команды знают. Опять пушится бот. Потихоньку у нас там пеньки разгуливают. Вайпер оттолкнет топ. И вот опять начинается туча над Рошаном. Важнейшая драка. Нет байбэка у нас еще на Снэп Вайерс на Клокверке. Но есть байбэк на Дру Рейнджера и нет байбэка у Морфлинга. То есть дробка имеет право на ошибку, Морф, он вдвойне не имеет права, учитывая, что у него рапира. И байбэка не накопил. Но все равно у него рапира, даже если есть байбэк. Главное, есть рапира. Есть. Тру страйк, хорошо. На вейве заехал там. Пау-пау. Так, что там в Рошане? Рефрешер. Пойдут ли сами? Урона очень много. Другое дело, не хочется поставляться под воной вейв с рапирой. Ну, это больно. Так. Думают команды, кому же выгоднее сейчас просто стоять пассивных. Потому что у нас и там пять героев. ФРНГ, который летает по карте. Поэтому тут очевидно, что... У него Актарин кожа, смотри. Вау. Интересно. Ну да, ФРНГ, конечно, кайфует. Вообще, самое странное шмотка, мне кажется, из возможных для Фуриона. Хоть у тебя, да, все кдшится, но как-то, может быть, стоило там какой-то кираса купить. Ну, что-то такое более командное, потому что Актарин, кажется... Два раза в этом патче на Нейчис Профити Актарин покупали в этом патче. Да, вот уж непопулярный предмет. Смоук от команды Alliance. Побежали все. Пытаются зайти на треугольник по траектории слева. И СФО заходит. Видит Курьера, Трамп Протектора. Видит Митча. Врыв на Митча. Рор на Вайпера. Вайпер с байбэком. Вайпера должны убить. Очень долго избивает. Наконец-то добили. Но и СФО оказывается в невыгодной позиции. Погибает Бессмастер. Массовые байбэки пошли. Что там по морфингу? Есть Хекс. ДНЗ-шка в горне Минотавра. Отходит подальше за Лимпом погоня. Сайланс от Тага. Лимп нажимает фликер. Как же повезло ему. Снова чуть левее от противника. И отходит Лимпа дальше. ФНГ может оказаться в ловушке. Стреляет Снэпфайр. ФНГ добили. ФНГ с байбэком. Ханскин откидывает и станет. Бессмастер в это время уже снизу толкает линию. Снова перетягивает противника на себя по максимуму. Новый хокшот. Новый хокшот. Давай, давай, секундочку. Угадывай. Далеко уже. Надо на Бессмастер лететь. И на топе тоже. Надо кому-то идти. Ну и на Рошане оставаться нельзя. Так тяжело, конечно. То есть вроде надо идтифить, а вроде Рошана надо защищать. Продевать на сторону. Надо заплатить Эггис. Эггис. Лимп порвался. Хекс есть. Но СФО сейчас будет давить. Он даже если сломает стороны. Да, это же не мега-крепы. Это же последняя казарма. Не важно. Просто пить Рошана. Но он в SpiderPix туда-сюда бегает. Их разводит постоянно. Принимает должны Клокер, как Клокер развлекает. Бесконечная проблема. Ну что Лимп будет и броваться. Лимп, 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 врывается. А я как-то тага. Заберут, похоже, Войт Спирит. И минус Войт Спирит. Бесмастер продолжает толкать линию. Митча убивает Ника Бэби с Рапира. Ника Бэби до конца. Просто в контактный бой. Нажимает Сатаник. Дроу Рейнджер. Не может драться, потому что Сатаника у Дроу Рейнджер-то нет. Телепорт. И Дроу Рейнджер будет забивать просто все. Линкенсфера дропается. Тут же Ремнант. И Дроу Рейнджер погибает с Рефрешером. При этом остается. Либурона также убивает. Байбека у Трэнд Протектора и Вайпера уже нет. А так близко оказалось там у Коня. Ну что. Сейчас будет Байбека Траксы. Другое дело, Рефрешер кажется таким бесполезным у нас для Спайдер Пикс. Клоку, наверное. Я не знаю, кому тут отдавать. Ну, все равно, знаешь, не так сильно. Прикольно. Да, а Ганю был бы намного круче, если бы Клоку вот здесь подобрал. Клоку еще берет Блэдмейл себе уже. Ну, это такой мув против Морфлинга. А, вот Нуб себе оставил скив Рефрешер, взял Аганим, съел. Если есть Байбек, то Клоку Морфлинга и Лины. Ну, кстати, да, там можно реально настрелять с Рефрешером. Прям бам-бам-бам-бам-бам. Я думаю, Спайдер Пикс и Мега Крипы не смутят. Они готовы их дефать. Ну, только они втроем сейчас, а Лайнсы уходить не планируют. Там ДД на топе, но в курсе об этом только игроки Спайдер Пикс. В принципе, даже Фурион можно забрать, там уже серьезная подача будет. Там четыре соточки такая. Ну что, центральная линия, она последняя. Ну, походу, отдают. Отдают нам Мега Крип. Ну, так, смоуки тут гуляют. Мультишоты полетели. Лайнса очень аккуратно пушит ФНГ и пеньки больше никого. Ну, и Некра там. Ну, я главное... Где-то вообще далеко он следит. Может быть, на тагах готов напасть. Есть фукшот. Полетел. ДНЗшка остается один. Лимпа очень больно. Рор. Тут же контратака на Снэйфайр. Снэйфайр должны убить. Минус Снэйфайр. Бэйбэка нет. И принимают и Дроу Рейнджер. Это гуд гейм. Победа команды Айлайнс. Ну, Спайдер Пикс, конечно, молодцы. Молодцы. Прям старались по максимуму. Я бы сказал, что саппорты здесь Айлайнс выиграли по итогу. Что Лина, что Нечис Профит, ФНГ. Столько проблем они доставляли. С другой стороны, ДНЗшка на Клоке был хорош. Но просто у них не было денег. Все равно они были недофармлены. Там буквально три решения неправильных. Когда был выход у нас на тага. У нас выход еще один был. Их растянули по карте. И в итоге, на макро, в итоге все равно сработались. У нас Айлайнс. Можно сказать, опять же, на классе. На классе просто переиграли. За 55 минут на классе? Ну, да. А почему так долго карта шла? Почему Айлайнс с 30 минут не выиграли? Просто палец. Ну, что там? То вечером играет, то утром. Хотя у нас Морфлинг 20 минут просто фармил. Но в итоге это сыграло свою роль. Ника Бэби вообще не умирал. Просто всех убивался. Рапира немножко, конечно, испугал меня. Но все обошлось. Победа командной Айлайнс. Эта карта обсудит наша студия. Без сучка и задоринки. Идеальное исполнение. 20-минутная карточка от Айлайнс. Это то, что мы ожидали в этом противостоянии. Но нет. Spider-Pix'ы все-таки смогли создать какой-то, не знаю, эффект борьбы, назовем это, может быть. Или интригу. В любом случае, это было месиво. И если бы был Лост, он бы сейчас душил как сумасшедший по поводу того, что это все возня и неинтересно. Но мы здесь совершенно другая студия аналитики. У нас другой состав. И сейчас будут добрые, приятные комментарии на тему того, какие же молодцы парни из Айлайнс. Давай с Лостом. Не будем созваниваться с кем-то из игроков. С Лостом созвонимся. Да-да-да. Слово неплохо. Spider-Pix, я не успел сказать на предматче аналитики, что это прям их драфт. То есть они этим играют вообще весь второй дивизион. Все им не забанили. И в принципе какие-то шансы у них тут есть. Но все-таки предполагалось, что Альянс чуть получше играют. Но это, конечно, карта со скрипом. Я не знаю, что там. Где тут было на классе? Мне кажется, люди, которые прям переживают за Альянс, там какой-нибудь микроинфаркт могли схватить после такой игры. На самом деле по лайнам очень сильный лайн. Опять же мы говорили, что Viper Clock сильный лайн. Опять же дровка с трентом. Это против дровки андайинга и дровки трента вообще на лайнерах нельзя драться. Когда у тебя герои из серии Beastmaster и Лина, ты вообще ничего не можешь сделать. Они шли, они дровку нафидлили на лейне так. Они просто шли и впрямую дрались. Получали вот эти два замедления. Получали мультишоты. Что у Beastmaster, что у Лины. Там у них армора по минимуму. Они получали от трента вот эти жесткие тычки. И они просто там умирали на регулярной основе. Я не знаю, зачем они просто в тупую шли и воевали. Очень круто линии привели у нас Spider Peaks. Опять же Clockwork постоянно там жил в этом миде. Просто всю карту перегангали. У них там чуть ли не три топа ухнотворства было. Но из-за того, что пик, он супер немобильный. Вот он просто немобильный. У тебя вайпер вот этот медленный. У тебя дровка. У тебя там этот Snapfire. Там тренд, да, можешь где-то бегать, скаутить. Но у тебя по карте не можешь вообще ничего делать. Тебе только нужно собираться пятером. Там забирать Рошана, да, вот при этом должном перефарме, который ты сделал на лайнах. И все, после этого идти там забирать товара. А тебя сплит пушит. И ты вроде ведешь 32 на 22. А преимущество у тебя там за альянсами. Ну, даже при счете было там 20 на 10 где-то, да, когда... Ну, очень сильно поминало. Убивали, они там все равно 2-3 тысячи альянсы вели, потому что у тебя, знаешь, профи постоянно сплит пушат. Марфа ты не ловишь, да, потому что не с чем ловить. Войт спирит ты не ловишь. И у тебя вся карта просто полисосится от альянсов. Из-за этого они очень много артефактов набирали. Как раз-таки не давали спокойно SpiderPix идти и ломать что-то. Помнишь, ты там замечал момент, что на какой-то там минуте, на 20-й, что ли, или 25-й только Тир-1 Тауэр сверху пошли ломать. Насколько это поздно. 23-я минута. Да, да, да. Просто обычно ее сносят к 10-й, да. К второй катапульте, когда она подъезжает, там все, эта Тауэр уже падает. Ну, это просто дефолт такой для вот этой меты и так далее. Здесь они вообще ничего не могли сделать. Их просто растягивали настолько по карте, ловили постоянно, искали где-то. Опять же, у тебя хорошая, есть скаут в лице птички от бисмастера, и ты просто контролируешь всю карту. Ну, и в принципе, да. В макро здесь альянс. И он, как бы, драфт под макро был сделан. И в макро ты просто переиграл свой оппонент. Да, и при этом все показывают доту нам уже вторую карту подряд. То, что ты можешь реально жестко фидить на этом сплитпуша. Ну, как жестко, в смысле. Пофиживать по одному раз в минуту, да, стабильно. Имея очень большое количество фрагов против тебя, но при этом все по карте ты будешь иметь больше. И, соответственно, таким образом выигрывать. Но, честно говоря, вот сейчас посмотрите на эти криты, да, к моменту, когда уже игра зашла в лейт, в определенный момент могло показаться, что любая другая команда, играя против Альянс, она бы уже покарала за то, что парни не закончили вовремя, да, и что они дали расфармиться бабки с двумя дайдалусами под дровой, что они отдали, соответственно, дрове очень много, что, в принципе, короб в лейте здесь достаточно серьезно смотрится у спайдер-пиксов. Да тут знаешь, в чем проблема? Они в драке даже поймать, не то что по карте, они в драке никого поймать не могут. Они вроде делают какие-то размены, вроде выигрывают драку в салат, а от них уходят все герои на ЛОХП. Форстаф, Глиммер, там кто-то с волны ушел, кто-то там с ультимейта, да, в Войтспирит улетел. Еще что-то там произошло. Максим, они в драке постоянно забирают, это бисмастер. Который просто прыгал вперед. Да-да-да. Элину может быть, и то она издалека там весь рассказ дает, и в драке тоже живет очень долго всегда. Поэтому там вообще разменов никаких не было, даже предложенным преимуществом именно по артефактам и по ударной силе от Spider-Pix. У них, ну, герои реально бьют сильнее. Дровка бьет сильнее, и Snapfire, они бьют сильнее, чем Morph. Я думаю, здесь обязательно нужно было выходить в аганим на клоке, потому что мы видели, что ДНЗ, помимо того, что... Ну, если ты мажешь хуком, два хука, возможно, ты не промажешь, первое. Второе, опять же, ему правда нужно было заставлять оппонента кетчиться, да, то есть надо было его постоянно станить, напрягать. Мы видели, что у него пару раз получалось убивать таким образом Лимпа. Она четвертая графа, она, в принципе, сама за себя говорит в плане макроигры. Ну, 28 баунти рун, это там где-то... Вот 28 к 16, это примерно в тысячу восемь, наверное, вот на том моменте. 12 рун разница суммарно. Ну, это преимущество Фуриона. Возможно, это преимущество еще и лопаты, теоретически говоря, мы не знаем об этом. Какая разница? В целом... В целом, ты не можешь накопать на 12 рун больше. Ты там можешь на 3, на 4 накопать, если там были какие-то лопаты. Но Альянс макро, конечно, хорошо сыграли. Но, опять-таки, возвращаясь к стадии лайнинга... Ну, и Смертейн, и КБ, это типа общий детсад. Ноль ошибок, получается. Очевидно, у него настолько легкая игра была. То есть, если посмотреть всю катку, он только занимался тем, что убивал крипов, убило крипов, купил раперос, выиграл игру. Ну, блин, так, конечно, тоже не скажешь, потому что 55 минут вот этой вот зубодробительной доты... Если бы он ошибился хотя бы один раз, он бы проиграл просто. Вполне вероятно. То есть, одно дело, когда ты умираешь там на линии или там в мидгейме, где-то там прилетел вышку в центре дефа, где ты умер, и ты потом в итоге не закончил, ну, как бы с нулем смертей, а потом на 50-й ты умираешь, у тебя трон падает просто, потому что тропируй теряешь. Но все равно так. Не очень приятная, мне кажется, игра. Не очень легкая для Ника Бэйби. Он, конечно, победил, но... Я к тому, что она легкая с точки зрения именно кора, да. А, именно для морфар. В качестве керри ты занимаешься тем, что ты просто смотришь, как твои тиммейты где-то подфиживают, зато у тебя спейс, мы видим, что он заходит на 20-й минуте, даже на 15-й, там, 16-й минуте заходит в чужой треугольник. Если ты, будучи кором, заходишь в чужой треугольник и чувствуешь там себя в безопасности, значит, для тебя игра просто шикарна, потому что твой собственный треугольник дрова не фармит, она отрезана от своих собственных эншентов, она чужие эншенты не фармит, ты фармишь чужие эншенты, и ты фармишь весь топ, отдавая своим тиммейтам ботам. Идеально живешь? Я вот этого молодого человека, который справа, наверное, MVP-карты по себе сделал, потому что он очень много работы сделал. Ты про Артема? Да. Ну, он же справа. Ну, да. Я просто вижу две деревяшки. Ну, довольно похожи. Похожи, да, но все равно. По портретам. Очень много он реально по карте делал, летал, опять же, спейсил, сплитпушил, не давал как раз-таки собраться, спайдерпикс вместе. Это обычная работа Фреона, с которой он очень хорошо справился. И артефакты должны, опять же, не на себя играл, потому что на пятой позиции они все на суппорте. Да, именно так, друзья, и думаю, на этой ноте мы и закончим. Напомню перед этим, что вы, опять же, можете участвовать в нашем замечательном конкурсе «Косплей без переплат». Вчера было довольно много крутых работ. И вы делаете фотографию из себя в «Косплей», соответственно, ну, желательно. Вот, вместе, соответственно, с нашей трансляцией сзади делаете пост в ВК по хэштегам «Косплей без переплат», «Мегафон» и «Рухаб». Ну, и мы, соответственно, выбираем самую лучшую работу в окончании дня, дарим вам Аркану. И вы выходите в гранд-финал, в том случае, если нам работа ваша понравилась, и возможность обзолотать iPhone 12. А я напомню, что дополнительную статистику по этому матчу вы можете найти на cybersport.ru, а мы отправляемся на паузу.